Сегодня такое сильное слово я хочу сказать вам. Потрясающее слово от Господа. Господь проговорил ко мне. Моя вера будто готова просто выпрыгнуть из моей души. У меня есть слово для вас и вашего будущего. Сильное слово относительно финансов и защиты. Я хочу, чтобы вы сейчас отложили все, что вы делаете, и просто присели и послушали полчаса. Я хочу вашего полного внимания на полчаса, ведь вы мои партнеры и друзья. И то, что Господь дал мне для вас, изменит ваше будущее. Давайте позволим Господу это совершить. Отец, во имя Иисуса, мы полностью даем тебе свободу и разрешение совершать то, что ты желаешь в нашей жизни и нашем будущем. Во имя Иисуса. И Божий народ да скажет «Аминь». Вы знаете, когда Отец что-то производит внутри вас, это началось несколько лет назад. И я это удерживал, потому что я сказал, «Господь, я хочу убедиться, что это Ты, а не я сам говорю. Я хочу убедиться, что это от Святого Духа, а не от моей плоти. Я хочу убедиться, что это Ты на самом деле, Господь, потому что я не хочу что-то говорить народу Божьему, что не исходит от Твоего престола». И Господь начал напоминать мне о периоде, который я прошел как пастор в церкви Вроланда на протяжении года, когда Бог сказал, «Все, о чем ты ревнуешь, я совершу». И тогда я был пастором. У нас была целая группа соседей вокруг нашей церкви, и они выступали против нас. И нам нужна была новая территория. Нам нужно было расширяться. У нас ссуду было множество народа. Люди выстраивались в очередь рано утром воскресенья, и не было свободного места. И Господь сказал, «Востребуй территорию вокруг здания церкви». Но знаете, я не сделал это сразу. И затем я почувствовал побуждение Святого Духа, как я чувствую Его сейчас. Он сказал, «Иди». И я на самом деле не хотел выходить днем, чтобы люди увидели меня. Но Бог сказал, «Выйди и востребуй. Пройди по земле, которой я даю тебе». То же самое Он сказал Иисусу Навину в Библии. Он сказал Иисусу Навину, «Куда бы ты ни пошел, я дам тебе эту землю». И как мы идем? Мы идем не только провозглашая обетование, но нам нужно что-то и сделать, понимаете? Поэтому я пойду ночью. Я буду брать с собой несколько своих пастырей время от времени и начну возлагать руки на имущество вокруг нашей территории. И я так делал ночью, чтобы никто меня не видел. «Каждый дом, на который мы возлагали руки, каждый дом, который мы востребовали, стал нашим в течение года. Моя вера просто выпрыгивала из моей души, как и сейчас». Знаете, такое не происходит все время. Такое не происходит каждый год. Но вы знаете, когда это Бог совершает. Бог всемогущий сказал Иисусу Навину, «Что ты востребуешь, то я дам тебе». Но Он не говорил это все время. Он сказал это один раз. Он сказал, «Когда ты войдешь в обетованную землю, куда ни ступит нога твоя, я дам тебе ее». И затем Он сделал потрясающее заявление. «Сражайся». Тебе нужно сражаться за нее. Другими словами, это не то, что что-то произойдет за ночь. Это то, что ты должен бить, 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 и бить, пока это не упадет. Иисус сказал, Господь сказал, что только дерзновенные, только усилиями мы можем взять обетование. То, что нам принадлежит, не дается легко. Все становится нашим, за что мы сражаемся. Когда мы что-либо востребовали во Святом Духе. И подумайте о слове, о силе слов. Как же они востребовали обетование? Две вещи происходило в жизни пророков. Знаете, что означает имя Авраам? Авраам означает «Отец народов». Подумайте об этом. Каждый раз, когда он представлял себя, он говорил, «Я Отец народов». «Привет, доброе утро. Меня зовут Отец народов». Почему Бог изменил его имя с Авраама на Авраама? Потому что его имя стало обетованием. Его имя. Каждый раз, когда он говорил его, он провозглашал обетование. Авраам. «Я Отец множества». Каждый раз, когда он говорил, он тем самым провозглашал «Я Отец множества». «Привет, я Отец». И что же означает имя Исаак? Смех. «Привет, меня зовут Смех». И почему смех? Смех от победы, которую Бог дал Аврааму. От победы, которую Бог дал детям Израиля. Каждый раз, когда Иаков представлял себя, что он говорил? «Привет, я князь», потому что это значение его имени. Вы помните, что Бог изменил его имя на Израиль. Иаков становится князем. Иаков становится князем. И всякий раз, когда он говорит «Привет, я Израиль», он тем самым говорит «Я князь». Человека, которого звали Иаков, теперь зовут князем, Израилем. И теперь, когда он представлял себя, он уже больше не говорил «Я обманщик». Он говорил «Я князь». Его имя провозглашало обетование Божье для него и через него. А как насчет самого Господа? «Я Иисус». «Я спасение». Каждый раз, когда Господь говорил свое имя, он тем самым провозглашал то, кем он являлся. Или Петр «Привет, я скала». Почему Бог так все устроил? Потому что у слов есть сила. Слова могущественны в обоих царствах. И вы начинаете размышлять о Боге Всемогущем, Который сотворил мир чем? Словами. Все, что у него было, это слова. Да будет свет, да появится земля. Вы начинаете думать о Боге Всемогущем, Который говорит детям Израиля. В числах 14-28. «Скажи им, «Живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». И такие вещи не происходят все время. Они происходят во время сезона веры, в котором мы сейчас находимся. Бог проговорил ко мне, когда я был пастором в церкви в Ирландо. Он проговорил в том году, что ты провозгласишь, я совершу. И моя вера возросла. И поэтому вы провозглашаете, когда Бог говорит, «Сделай это». Вы не будете провозглашать, если просто вы хотите этого. Я возьму и провозглашу. Так не сработает. Слово «логос» должно стать ремой. Оно становится ремой, когда Бог говорит, «Провозглашай Слово». И тогда это происходит духом, уже не по плоти. И когда Господь сказал мне, «Говори Слово», я начал говорить его, «Все произошло». И я хочу сказать вам, что это снова происходит сейчас. Я молюсь, чтобы всемогущий Бог поднял вашу веру, когда я обращаюсь к вам. Я хочу сказать вам о царстве сатаны. Что еще есть у сатаны, кроме слов? Слова — это его оружие. Подумайте об этом. Что он использовал против Евы, кроме слов? Он сказал, «Подлинно ли сказал Бог?» Он заставил ее засомневаться с помощью слов. Он пришел и искушал Господа с помощью чего? Слов. Слова — это оружие врага. Но слова — также и наше оружие против него. Жизнь и смерть во власти языка. «Подумайте о том, что это значит. Жизнь и смерть во власти наших слов». Подумайте о Карле Марксе. Что у него было? И у этого учения было сатанинское происхождение. Он был человеком, который проповедовал, что Бога нет. Он был человеком, который говорил, что он не верит в Бога. Он был атеистом. Он был человеком, который посеял семена коммунизма. И что у него было? Он не побеждал оружием. Он не побеждал физическим оружием. Он побеждал словами от дьявола. И посмотрите, что произошло с землей в результате слов. Всего лишь одного человека. У слов есть сила. И здесь мы видим слово «смерть». Жизнь и смерть. Ваши уста способны высвобождать жизнь и высвобождать смерть. Все зависит от того, что вы говорите. Все зависит от того, кто вы. Если вы дитя Божье, тогда вы будете провозглашать жизнь. Если вы не являетесь с Детем Божьим, то вы будете провозглашать смерть. Библия так ясно говорит, что у слов есть сила. Пророки Ветхого Завета, или возьмите Авраама, или Ноя перед ним, или Исаака и Иакова. Когда Бог сказал Аврааму «Я даю тебе землю», что же он сделал? Две вещи. Он посеял, и он провозгласил. Когда он пришел в землю, что первое он сделал? Построил жертвенник и принес в жертву животное. Это сеяние. И следующее, что он сделал, это провозгласил «Земля моя, я Авраам, я Отец народов». Он начал провозглашать обетование. И Бог сказал ему следующее. Он сказал «Обойди землю по всей этой земле, провозглашая обетование». Почему ему нужно было обойти ее? Просто чтобы совершить путешествие? Бог повелевает ему обойти землю, чтобы провозгласить обетование. Бог двигался в том году в Орландо. И моя вера была такой сильной, как и сейчас. Знаете, это происходит на протяжении нескольких недель сейчас, когда помазание такое сильное на всех собраниях. Я был в Сиэтле. О, дорогой Иисус! И было что-то еще. Служение в понедельник вечером. И подходит мужчина, у которого на протяжении 25 лет была боль. Он не мог ни минуты прожить без боли. Он пережил аварию. Кроме этой ужасной боли в теле, которая была на протяжении 25 лет, у него был рак. Господь сказал «Провозгласи мое имя над ним». Знаете, это так сильно. Все, что у меня было, это слова в понедельник вечером. Я просто сказал «Иисус Господь! Я провозглашаю Твое имя, Иисус!» И затем я начал петь и поклоняться. И что же я делал, как не провозглашал слова? Я говорил слова, провозглашал обетование Божье. И когда я начал говорить имя Иисус, сила Божья начала проходить через этого человека. Буквально прошла от макушки головы до подошвы ног, когда я продолжал говорить «Иисус Господь!» И затем я начал поклоняться. «Иисус, есть что-то в этом имени!» «Иисус, Ты Господь!» «Иисус, Ты Спаситель!» Слова! У меня не было оружия в руках. Оно было в моих устах. Мои уста стали оружием против болезни в физическом теле этого человека. Мои слова стали оружием против рака в его теле. И он стоял там, и после болей на протяжении 25 лет он сошел вниз и был полностью исцелен. Все начали восклицать. Его жена плакала и восклицала. Она встала и побежала со своего места. Народ Божий, я видел, как это работает на протяжении 40 лет служения. Когда я повелеваю болезни уйти, что я использую? Слова. Когда я повелеваю демонам уходить, что я использую? Слова. Есть жизнь в имени Иисуса, когда мы провозглашаем Его. И сейчас настало время провозгласить обетования Божьи. Господь поместил их в мое сердце для вас. Вам нужно это услышать. И вам нужно в это поверить. И вам нужно это сделать. Господь хочет благословить вас имуществом. И сейчас вы услышите меня. Господь хочет благословить вас имуществом. Знаете, все во мне удерживало меня от того, чтобы сказать это. И я говорил это на различных служениях. Но сейчас я говорю под помазанием Святого Духа. Бог хочет дать вам имущество для вашего будущего. Имущество для ваших финансов. Имущество для вашей защиты. И освобождение от долгов. И есть две вещи, которые горят. Сильно горят в моем сердце для вас. Вам нужно провозгласить обетование. И вы не можете сделать это один раз. Когда Господь проговорил ко мне еще в церкви в Орландо. И сказал мне идти и провозгласить Его обетование для меня. И все, что я востребовал, произошло. И это стало основанием для того, о чем говорит Библия. Куда ни ступит нога твоя, Бог говорит. Я даю тебе эту землю. Вот почему Аврааму пришлось идти. Вот почему Иисусу Навину пришлось идти. Но Бог сказал что-то потрясающее. Он сказал, сражайся с врагом в битве. Поэтому вы не можете получить что-либо без сражения. И как мы сражаемся? Нашими словами. Мы провозглашаем их с хвалой. Мы провозглашаем их с настойчивой верой. С настойчивой хвалой. И затем вы сеете. И вы спросите, почему вы сеете? Потому что об этом написано в Библии. Они сеяли и они провозглашали. Были ли это Авраам, был ли это Исаак или Яков, или сыны Израилевы, или сам Иисус Навин, когда Он пошел в обетованную землю. Никто в Библии не получил обетование без сения. Потому что оно поддерживает ваше провозглашение. Именно оно дает вам основания в присутствии Божьем, чтобы провозгласить обетование. Именно оно дает законное право, потому что вы провозглашаете, что вы на Божьей стороне. Я голосую за Божье Царство. Каждый раз, когда мы жертвуем, мы тем самым голосуем за Божье Царство. Сеяние дает нам законное право. Оно дает нам законное положение в глазах Бога. Если мы не жертвуем, то мы не попадаем в цель. В Малахии Бог говорит, «Принесите, и Я открою окна небесные, или Я этого не сделаю. Вы принесете, Я и залью благословение, или не будет никаких благословений». Иисус сказал, «Вы даете, и вы получаете. Вы не даете, и вы не получаете». Поэтому каждый раз, когда мы сеем, мы провозглашаем нашу праведность. И вот что сказано в 111-м псалме, что даятель провозглашает свою праведность. Праведные благословенные. Праведные стоят в очереди, чтобы получить невероятные благословения, которые приходят в их жизнь. И сейчас я снова хочу сказать о провозглашении, потому что многие из вас знают о сеянии, но мы также должны напомнить себе о важности провозглашения. Как я сказал ранее о словах, что жизнь и смерть в их власти. Все, что вы видите в Библии, Бог сотворил мир словами. Авраам пришел и востребовал землю словами. «Авраам не сражался мечом. Он сражался силой провозглашения». Знаете, Богу приходится иногда изменить ваше видение, чтобы изменить ваше исповедание. Ему приходится сначала изменять ваше видение, прежде чем он изменит ваше исповедание. Авраам начал говорить неправильные вещи в Бытии в 15-й главе. «Вот, ты не дал мне потомство, и все, что у меня есть, это мой домочадис Елизер». И вот что удивительно, Господь сказал, «Нет, нет, нет, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И затем Господь говорит что-то потрясающее. В 5-м стихе говорится, «И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И он сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». И он поверил Богу. И Бог сказал, «Хорошо, так как ты поверил мне, я дам тебе это». Именно тогда его имя было изменено на имя Авраам. Бог сказал, «Знаете что? Каждый раз с этого дня, когда этот человек будет представлять себя, ему нужно будет провозглашать обетование». Поэтому Бог говорит, «Я добавлю Ам». Будет не Авраам, чтобы дать ему обетование. Поэтому каждый раз, когда он будет провозглашать имя, он скажет, «Привет, я Авраам, отец народов». «Доброе утро, я отец народов». «Добрый день, я отец народов». «Вау!» И вот что высвободило обетование. Вот что высвободило его. В тот самый момент, когда его имя Авраам было изменено. Следующее, что вы видите, это рождение Исаака. Бог Всемогущий хочет, чтобы вы начали провозглашать обетование. И не только провозглашать, кем вы являетесь, но также провозглашать и само обетование. Я хочу сказать вам, что это слово просто рвется наружу через меня. Я хочу сказать вам, «Во имя Иисуса начните верить, что Бог дает имущество, потому что это имущество для вашего будущего. Ваши финансы будут зависеть от него. Ваша защита в будущем будет зависеть от него. Вам нужно выйти с вашим мужем или женой и на самом деле сейчас провозгласить обетование. Господь, Ты дал мне обетование об этом доме. Ты дал мне обетование об имуществе. Прежде всего, примите слово, которое я говорю вам сейчас, и затем поверьте в него, и затем провозгласите. И вам нужно сделать что-то прямо сейчас, потому что это библейский порядок. Я дам вам сейчас библейский порядок, не наоборот, но в правильном порядке. Первое, что они делали, это сеяли. Когда Бог говорил, «Вот что я собираюсь сделать». Им нужно было посеять. Им нужно было убить животное. Когда Бог сказал Аврааму, «Вот земля». Что он сначала сделал? Он построил жертвенник и принес в жертву животное. И затем он начал провозглашать, потому что наши слова — это наше оружие. Вот как мы сражаемся. Мы провозглашаем наши слова. Мы сражаемся с помощью наших слов. Мы востребуем с помощью наших слов. Мы призываем кровь нашими словами. Все, что мы делаем, мы делаем с помощью слов. И жизнь во власти языка. Я хочу, чтобы вы провозглашали это на протяжении года. Вы спросите, «Почему на протяжении года?» Я скажу вам, почему. Потому что это не то, что приходит так уж легко. Это именно то, что строится внутри вас. И чем больше вы это делаете, тем сильнее вы в это верите. Чем больше вы это провозглашаете, тем сильнее ваша вера. Это как бить и бить и бить. Вот что означает усилие. И о ком Иисус говорил? Об употребляющих усилия. И усилие означает повторяющееся нападение. Удар, 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 пока стены не упадут. Продолжайте, 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 пока стены не упадут. Вот почему Бог сказал сынам Израиля, детям Израиля, ходить вокруг стены Иерихуна больше, чем один раз. Каждое утро. И затем на седьмой, последний день, стены упали. Почему Бог так сделал? Потому что так все работает. Это нападение. Это нападение. Это нападение в духе, не физическое, но духовная война. Слова становятся нашим оружием. Мы провозглашаем это. Я хочу, чтобы вы написали это на листе бумаги. Поместите его на холодильник. Поместите его где-то, чтобы вы видели его. Бог всемогущий дает мне имущество, новое имущество. Бог всемогущий выводит меня из долгов. Вам нужно это сделать. Я сделал так в нашей церкви, тогда еще в Орландо, на протяжении шести месяцев, пока люди начали верить в это. И затем чудеса начали происходить. Бог начал благословлять их финансово. Благословения начали приходить, потому что все дело в вере. И это никак не связано с чувствами. Все связано с нашей верой. Поэтому, чем больше вы провозглашаете, тем сильнее основание. Чем больше вы провозглашаете, тем сильнее начинает течь вера. Она начинает прорываться. Начинает гореть в вашем сердце. Вы больше провозглашаете, и затем вы сеете. Вы сеете, и вы провозглашаете. Вы провозглашаете, и вы сеете. Сеете, и провозглашаете. Вот что я делал. Именно это я делал, и я снова это делаю сегодня. Я делаю это на самом деле. Подойдите к телефону прямо сейчас. Зайдите на сайт прямо сейчас. И посеете семя. Послушайте, пусть Господь ведет вас. Посеете семя, которое что-то значит для вас. Посеете семя, которое что-то значит для вас, и оно может достаточно поднять вашу веру и укрепить ее. Поместите на семя обетование, и затем сейте. Вы можете делать это каждый день. Вы можете делать это каждый месяц. Но вам нужно продолжать это делать на протяжении года. Вот как я делал. Вот что Бог повелел мне делать снова для моей личной жизни, для Сюзанны, для моих детей, для моих внуков. Каждый раз, когда я жертву, я провозглашаю имущество. Новое имущество. Потому что надвигается зло на этот мир. Какое-то бедствие должно произойти, но не в теле Христа. Не у тех, кто ходит в духе и ходит по вере, а не видением. Давайте начнем верить Богу. Давайте начнем верить Его Слову. Он сказал Иисусу Навину, везде, где ступит нога твоя, я дам тебе землю. То, что вы провозглашаете, я дам вам. Бог снова это совершает. О, дорогой Иисус, я чувствую, как Божья вера поднимается в моей душе на это, когда я говорю вам. Я чувствую это, я верю в это. Я переживаю это. Помазание на мне. Мы молимся прямо сейчас. Отец, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Каждый человек, который ухватился за это сейчас, Господь, пусть каждый человек, который провозглашает новое имущество и освобождение от долгов в 2016 году, и не только в 2016, Господь, пусть вера возрастет в них сейчас. Пусть вера возрастет в силе во имя Иисуса. Пусть вера от Святого Духа умножается каждый день. Возрастает каждый день. Пусть чудеса начнут происходить каждый день во имя Иисуса. Господь, когда они сеют прямо сейчас, как это делал Авраам, как Исаак, как Иаков. О, Господь мой Бог, пусть начнутся чудеса. Пусть будет прорыв в вере и начнут происходить чудеса во имя Иисуса. И сейчас примите слово для этого. Я провозглашаю власть Писания, что это произойдет. Позвоните прямо сейчас. Будьте послушны Господу сейчас. Не откладывайте на потом. Не ждите до завтра. Сделайте это прямо сейчас. И затем каждую неделю, если возможно, или каждый месяц, вы сеете снова в одну и ту же вещь. И вы провозглашаете каждый день. И вы славите его каждый день. Напишите на листе бумаги, прикрепите его к холодильнику, туда, где вы можете видеть его. И вот что нужно провозглашать. Отец, я славлю Тебя. И я провозглашаю, что имущество принадлежит мне во имя Иисуса. Отец, я славлю Тебя. И я провозглашаю, что я свободен от долгов во имя Иисуса. Отец, я провозглашаю прямо сейчас, что приходит избыток в мое будущее, избыток в мои финансы, защита для меня и моей семьи во имя Иисуса. И делайте это сейчас, и вы провозглашаете обетование во имя Господа. И вы увидите, что Бог совершит для вас. Я буду продолжать напоминать вам об этом, потому что я не отступлю от этого. Это так глубоко во мне. Я окажу плохую услугу. Я окажу плохую услугу Божьему Царству, если я скажу об этом всего лишь один раз. Потому что я хочу верить вместе с вами. Я хочу согласиться с вами. Я хочу поддерживать вашу веру. Хочу продолжать вдохновлять вас, чтобы вы верили, пока Бог совершит это. Однажды вы проснетесь утром, и будете кричать от радости. Приготовьтесь. Самые невероятные дни уже наступают. Будьте благословенны во имя Иисуса. И сейчас позвоните по номеру на экране. Зайдите на сайт и посейте семя. И затем начните славить Господа каждый день. Провозглашайте обетование и славьте Его во имя Иисуса. Прославляйте Господа. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok